Моя Америка Моя Америка Я даже уверен, что далеко не все из вас читали этот журнал, многие даже не знали его существования, но это рассказать о том, почему он умер, достаточно интересно. Но мы с вами знаем, что печатные на бумаге источники информации умирают одним за другим и умирают едва ли не ежедневно. Перечень газет и журналов, которые прекратили существование в последние годы, перечень огромен. И абсолютное большинство скончалось из-за потери читателей и, значит, финансовых потерь. Американцы перестали обращаться к печатным средствам массовой информации, поскольку черпают интересующую их информацию из интернета и социальных сетей. Конкуренцию с интернетом и социальными сетями бумажные издания проиграли и продолжают проигрывать. И вот в числе канувших в лету оказался и журнал «The Weekly Standard». В понедельник, 17 декабря, из печати вышел последний номер этого еженедельного журнала. Но, что интересно, его смерть была вызвана не финансовыми потерями. Этот журнал никогда не был прибыльным, он всегда был убыточным. Ежегодные потери составляли от двух до пяти миллионов долларов. Но это вряд ли беспокоило работавших в журнале журналистов и внештатных авторов, которые получали гонорар за свои статьи. Все они жили за счет богатого дядюшки. Богатый дядюшка оплачивал из своего кармана все расходы. Журнал «The Weekly Standard» родился в сентябре 1995 года. Из первого номера своего существования он находился на попечении миллиардера Руперта Мёрдока, владельца Всемирной информационной империи. Вы, разумеется, слыхали о нем. Кстати, ему принадлежит любимый нами всеми телеканал Fox News. Мёрдок мог позволить себе терять в год несколько миллионов долларов на издании в Соединенных Штатах журнала, который поддерживал республиканскую партию. Кстати, он терял и теряет ежегодно. Ежегодно миллионы долларов на прореспубликанской газете «The New York Post». Эта газета выходит в Нью-Йорке, и она противовес либеральной «The New York Times». Но вот созданный Мёрдоком в 1996 году телеканал Fox News, он всегда был прибыльным и слихвой покрывал финансовые убытки бумажных изданий. В 2007 году Мёрдок купил самую считаемую в Америке газету «The Wall Street Journal». Купил эту газету в 2007 году и в этом же году продал миллиардеру Филиппу Аншусу, продал за символический 1 миллион долларов, издававшийся в Вашингтоне журнал «The Weekly Standard». Политические взгляды Аншуса, его идеология и приверженность принципам свободного предпринимательства были сродни Мёрдокским. Были бы иными, Мёрдок нашел бы другого покупателя. Логичен, дамы и господа, вопрос. Должна ли политическая и идеологическая позиция того или иного издания соответствовать позиции владельца, который взял на себя бремя всех расходов? И если иметь в виду журнал «The Weekly Standard» взял на себя все убытки? Ответ прост. Редколлегия не руководствуется взглядами владельца. В соглашении между журналом, не только «The Weekly Standard», любым другим журналом и владельцем, обычно подчеркивается независимость редколлегии. Иными словами, у того, кто расходует деньги, нет права оказывать какое-либо влияние на позицию издания. Логичен вопрос, дамы и господа. Наверное, могло случиться, что певец «Капитализм Мёрдок» приобрел социалистический журнал. Дамы и господа, ответ на этот вопрос прост. Такого случиться не могло. Руперт Мёрдок не покупал кота в мешке. Он знал, кому пришла в голову мысль издавать в Вашингтоне прореспубликанский журнал. А сами основателями журнала «The Weekly Standard» были Билл Кристалл, Фред Барнс и Джон Подгорис. Все эти трое широко печатались, постоянно выступали в телевизионных и в радиошоу, и каждый, кто более или менее ориентировался в идеологической и политической разноголосице американских средств массовой информации, знал, что все эти трое, и Кристалл, и Барнс, и Подгорис, все они консервативные республиканцы. Разумеется, это знал и Лупер Мёрдок. И взяв на себя финансовые обязанности, он не сомневался в позиции журнала по волновавшим Америку проблемам. Но когда в 2007 году «The Weekly Standard» приобрел Филипп Аншус, журнал уже зарекомендовал себя как одно из ведущих в Соединённых Штатах Америки, одно из ведущих наряду с National Review и American Spectator, ведущих консервативных изданий. Я вряд ли был в первой десятке подписчиков журнала «The Weekly Standard». Вероятно, не был и в первой сотне, но наверняка был в первой тысяче. Я подписался на этот журнал. Вскоре после того, он как стал выходить, в 95-м году, и получал его с первого номера, получал в течение более 20 лет. В этом журнале время от времени печатались мои любимые авторы, ну, например, Чарльз Краукхаммер и Пиджей О'Рург. Ну, Пиджей О'Рург – это лучший, на мой взгляд, политический сатирик. Постоянно печатался в этом журнале Эндрю Фергюсон, один из лучших, на мой взгляд, журналистов-историков. Каждому, кто в этом сомневается, я советую прочитать книгу Фергюсона. Особенно я советую прочитать ее радиослушателям, живущим в штате Иллинойс. Книга называется так «Земля Линкольна. Приключения в Америке Айбу». «Land of Lincoln. Adventures in Abes, America». И большинство авторов было под стать названным ною. «Под стать Краудхаммеру, Рургу, Фергюсону». Меня полностью удовлетворяла политическая позиция журнала «The Weekly Standard». Удовлетворяла как по внутренним проблемам, так и по внешним. Кстати, о путинской России часто писала Катя Янг. Она приехала девочкой из Америки, она была Катя Юнг. Приехала во второй половине 70-х годов и стала в Америке журналисткой с либертарианскими взглядами на жизнь, что мне было особенно приятно, потому что я либертарианец. И с года в год я возобновлял годовую подписку, цена которой выросла за два десятилетия по крайней мере в два раза. Однако в апреле нынешнего года я перестал получать журнал, перестал получать по собственной инициативе. Точку следовало поставить, наверное, раньше, что сделали тысячи подписчиков. Чашу моего терпения переполнил номер, датированный 16 апреля. Он у меня, конечно, сохранился. Так вот, получив этот номер, я позвонил в отдел подписки журнала и сказал, cancel my subscription. Why, 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 почему? Девушка спросила. Я ей сказал, вы прекрасно знаете почему. Она, конечно, знала, потому что я не был в первой десятке отказавшихся от подписки. Я не был, конечно, и в первой сотне, вряд ли даже был в первой тысяче. В дни, которые последовали за смертью журнала The Weekly Standard, различные средства массовой информации сообщили, что с весны 2016 года до своей кончины журнал потерял не менее 7 тысяч подписчиков, примерно 10% от общего числа. 7 тысяч подписчиков, это я так в уме подсчитал, это не менее 75 тысяч долларов в год, возможно, больше. Цифра громадная даже для издания живущего за счет сверхбогатого дядюшки. Журнал оттолкнул от себя тысячи подписчиков оголтелой антитрамповской позиции. Едва ли не со дня выхода Дональда Трампа на старт президентской гонки журнал The Weekly Standard начал публиковать антитрамповские материалы. Когда же Трамп гарантировал себе номинацию кандидатом республиканской партии в президенты, критика в его адрес со страниц этого журнала стала главной темой журнала. То он задавал мистер Билл Кристалл, он был бессменный с первого номера главный редактор, в 2016 году передал антитрамповскую эстафету Стивену Хейсу, тот и другой Билл Кристалл и Стивен Хейс были активистами движения Never Trump. Это движение объединило консервативных республиканцев, которые не видели в Трампе своего идеологического единомышленника. Кстати, Трамп никогда и не говорил, что он консервативный республиканец. Никогда. Дамы и господа, я не был сторонником Дональда Трампа. Моим кандидатом был техасский сенатор Тед Круз. Но когда Дональд Трамп стал кандидатом республиканской партии, выбора, за кого голосовать, но выбора не оставалось. Многие антитрамписты смирились с этим, многие, но только не члены редколлегии журнала завикли стандарт. Журнал продолжал из номера в номер поносить. Именно поносить. Я иного слова не подберу. Журнал из номера в номер поносил президента Трампа. В критике Трампа авторы как будто соревновались друг с другом, кто нанесет удар побольнее. Успехи президента журнал замечал редко, если замечал обычно скороговорочкой. Но зато с удовольствием журнал акцентировал внимание на каждом промахе и часто делал это не хуже либерально прогрессивных средств массовой информации. Маленький промах, окей, из мухи превращался слон. Дамы и господа, поставьте себя на мое место. Я ежедневно читаю антитрамповскую газету Нью-Йорк Таймс. Я подписан на воскресный номер Санди Нью-Йорк Таймс, и поскольку я подписан на воскресный номер, я имею возможность читать эту газету в интернете. К тому же я подписчик журнала Нью-Йоркер. Этот журнал пел гимны Бараку Обаме, он возносил до небес Хиллари Клинтон, и он не находит ни одного доброго слова о Трампе. Вопрос Вопрос Нужен ли мне журнал с редакторами республиканцами, антитрамповская позиция которых сродни позиции газетей The New York Times и журнал Нью-Йоркер. Я терпел долго. Терпение лопнуло, когда я получил в апреле за Викли Стандарт с редакционной статьей. Статья называлась «Трамп против экономики». И в этом журнале была напечатана пародия на будто бы выступление Трампа перед детьми на приеме в Белом доме по случаю Пасхи. Я перестал получать журнал по подписке, но время от времени читал его статьи в интернете. Читал и убеждался каждый раз, что я не ошибся, перестав расходовать деньги на это издание. Буквально за несколько дней до смерти журнала я на интернете прочитал статью главного редактора The Weekly Standard Хейса. Статья небольшая 781 слово. Статья называется так. Как была разоблачена ложь Трампа о России. How Trump's lies about Russia were exposed. такая статья могла запросто появиться в New York Times и в New Yorker. Главный редактор консервативного журнала Хейс приводит слова Трампа до того, как его избрали президентом о планируемом бизнесе в России. Но в этой статье нет ни слова, ни полслова, что не существует никаких фактов о сговоре, коллюзион Трампа с России. Откровенно враждебная позиция журнала Завикли Стандарт по отношению к президенту была замечена не только подписчиками, что естественно. В былые времена, в былые, политики республиканцы охотно встречались с сотрудниками журнала и вряд ли когда-либо отказывались беседовать с ними, отказывались от интервью. Такие времена остались позади. Я приведу только один пример. Конгрессмен из Айовы Стив Кинг распорядился не пускать корреспондента журнала на устроенный им вечером 6 ноября прием по случаю победы на выборах. Однако некоторые сотрудники скончавшегося журнала отрицают какую-либо связь между антитрамповской позицией и его кончиной. Вот, например, что сказала в интервью газете The Washington Post пресс-секретарь журнала, уже бывший пресс-секретарь бывшего журнала Ханна Раймера. Я цитирую госпожу Райнер. «Всякая попытка политизировать испытываемый журналом трудности не имеет ничего общего с действительностью финансовые невзгоды начались до того, как в Белый дом пришла новая администрация». Это сказала бывшая пресс-секретарь бывшего журнала «Госпожа Раймер». Но вот Фред Барнс, один из основателей заявили «Стандарт» и член редколлегии на протяжении всего существования журнала, он честно, честно ответил на вопрос о причине потери тысяч подписчиков. Вот, что Барнс сказал газете «За Волстри зону». Мы обнаружили, что критика Трампа негативно отразилась на тираже. Это была главная причина. Казалось бы, не о чем спорить, объясняя смерть журнала, объясняя причину его смерти. Оказывается, есть о чем поспорить. Вот политический обозреватель «За Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс комментарий. Кстати, Дэвид Брукс интересная личность. Он в прошлом консервативный республиканец. Его перу принадлежит книжка «The Real Анита Хилл». Ну, вы знаете, кто такая Анита Хилл. Это чернокожая дама, которая решила сделать все, что в ее силах, чтобы Кларенс Томас не стал членом Верховного Суда на слушаниях по кандидатуре Томаса в Юридическом комитете Сената в 1981 с первым году. Это дама Анита Хилл. Она говорила, Кларенс Томас рассказывала похабные анекдоты и всякие рассказывала о порнографических фильмах и так далее. И вот Дэвид Брукс написал книгу «The Real Анита Хилл». Что она на самом деле представляет? Это было в начале девяностых, а потом он перековался, и теперь он либеральный журналист в газете Нью-Йорк Таймс. Так вот, 18 декабря, на следующий день после выхода в свет последнего номера журнала The Weekly Standard, газета Нью-Йорк Таймс напечатала комментарий Брукса, который назывался так «Who killed The Weekly Standard?» «Кто убил журнал The Weekly Standard?» И мистер Брукс называет убийцами Филиппа Ансуса и Райана Маккебина. Но мы знаем, что Филипп Ансус оплачивал существование журнала из своего кармана, а мистер Маккебин был главой издательской компании, которая принадлежит Ансусу. Тот и другой не разрешили редколлегии журнала заниматься поисками нового спонсора, то есть очередного богатого дядюшки, который был бы готов взять на себя время расходов и тем самым вдохнуть жизнь в тлеящее тело журнала. Они это сделали по одной простой причине. Они задумали превратить издаваемую в столице консервативную газету The Washington Examiner превратить ее в еженедельный журнал. И они не желали иметь конкурента, каким мог бы стать выживший журнал The Weekly Standard, отказавшись предоставить возможность выжить компанией, которая может стать конкурентом, господа Ansus и Маккеббини руководствовались своими бизнес-интересами, так как они поступили бы 99 из 100 предпринимателей. Их решение может нам нравиться, может не нравиться, но убийцами журнала The Weekly Standard были не они, а редколлегия журнала. Через пару дней после смерти журнала один из его создателей Билл Кристал сказал на телеканале CNN «Мы не собирались поступаться своими принципами». Кстати, Кристал он выступает против трампелизации республиканской партии. Дамы и господа, честь и хвала журналисту, который верен своим принципам. Но от Билла Кристал и других членов предколлегии не требовалось поступаться своими принципами. Они могли публиковать хотя бы из номера в номер антитрамповские материалы, но у них была возможность видеть в деятельности президента и кое-что хорошее. Им было с кого брать пример. Вот мой любимый журнал The National Review, я подписчик с 40-летним стажем. Он наступал против Трампа едва ли не на всем протяжении предвыборной кампании. У меня сохранился один из номеров этого журнала. Там печатается мнение двух дюжин известных всей стране республиканцев и либертарианцев. Каждый объясняет, чем Трамп плох. Но вот Дональд Трамп пошел в Белый дом и анализируя его работу, журнал National Review подмечал и подмечает не только темные стороны, таковых кстати хватало, но и светлые стороны. Это вовсе не значит, что главный редактор этого журнала Рич Лори и его коллеги, бывшие антитрампистами, пошли на поводу у считателей. Но они не поступили с журналистскими принципами, которые требуют объективности. Они рассматривали и рассматривают деятельность Трампа и его администрации, не опускаясь до уровня либерально-прогрессивных средств массовой информации и своих коллег в скончавшемся консервативном журнале. Дамы и господа, Трампа есть за что критиковать, ну хотя бы на мой взгляд за его недавнее решение вывести американские войска из Сирии, чему, конечно, не сказано рады Россия и Иран. Подведу итог. Журнал The Weekly Standard сам себе вырыл могилу. На этом я ставлю точку в монологе и с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Спасибо огромное, Алексей. Мы, конечно же, вернемся к нашему разговору, как только мы прослушаем несколько рекламных объявлений. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Ну вот, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Вот у нас уже загорелись все линии, поэтому я просто напомню наш номер телефона на 847-400-5200. Алексей, мы принимаем звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я хотел задать вопрос господину Орлову. Пожалуйста. Господин Орлов, вот вы сказали, что вы не согласны с решением президента Трампа вывести войска из Сирии. А вам не кажется... Я ничего не слышу. Вы сказали, что вы не согласны с решением нашего президента Трампа вывести войска из Сирии. Алло. Алло, я не понял вопроса. Вы только что сказали, что вы лично не согласны с решением нашего президента Трампа вывести войска из Сирии. Я правильно вас понял? Алло. Одну секундочку, молодой человек. Алексей, вы слышите нас? Вас я слышу, я его не слышал. Все, я понял. Молодой человек задает вопрос. Вы сказали, что вы не согласны с решением нашего президента Трампа о выводе войск из Сирии. Наверное, чему? Алло, да. Объяснить почему? Пожалуйста. А нет, можно я задам вопрос? Дамы и господа. Значит, говорить об войне как Сирии, ну просто-напросто сегодня смешно. Алло, алло, простите, можно я задам вопрос? В Сирии находится двухтысячный контингент спецназовцев. Всего две тысячи. Тот факт, что в Сирии находится этот контингент, заставляет всех подумать о том, что может случиться, если они начнут, ну, скажем так, по большому счету, вести себя нехорошо. Господину Путину придется об этом подумать. Придется подумать господину Асаду. Придется подумать Хизбале, Ирану. Если Соединенные Штаты уходят, там просто-напросто остается вакуум. Опять-таки, речь идет о двухтысячном контингенте. Кстати, дамы и господа, я напомню, когда Дональд Трамп шел, баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, он критиковал Барака Обаму, который потребовал, и требование было выполнено, о выводе войск из Ирака и резком сокращении присутствия американцев в Афганистане и Сирии. Окей, теперь он и решает выводить. Вы мне напомните, что когда Трамп баллотировался на пост президента, он сказал, что он желает вывести все американские войска в Ближний Восток. Окей, я это тоже помню. Но между кандидатом в президенты и президентом есть одна громадная разница. Кандидату в президенты, не президенту-электу, а еще всего лишь кандидату в президенты, разведывательные службы Соединенных Штатов не докладывают о том, что происходит в мире. Он многое не знает, а многое он просто знает, знает то, что мы знаем с вами. Когда человек побеждает на выборах президент-элект, и тем более, когда он становится президентом после инаугурации, он получает достаточно информации. Поэтому тот факт, что Трамп что-то обещал вывести войска во время предвыборной кампании, мало что стоит, когда мы говорим о президенте Трампе. Более того, мы прекрасно знаем, что ближайшее окружение Трампа, начиная с министра обороны, который уходит в отставку, затем государственный секретарь Помпео, затем мистер Болтон, главный внешнеполитический советник, генералы, они были против. Трамп имеет право сделать то, что он сделал, потому что он по конституции главнокомандующий. Но не послушав ближайших советников, которые знают ситуацию, он, с моей точки зрения, поступил неправильно, и мы будем все пожинать эти плоды. Не мы с вами в Соединенных Штатах, нам ничего не грозит. Действительно, нам ничего не грозит. Но есть курды, которые, в принципе, по большому счету, помогали нам бороться с калифатом больше, чем кто бы то ни был. Израиль, я понимаю, не Таньяху. Премьер-министр сказал, что окей, он согласен, но он не может сказать, что он выступает против решения правительства президента Соединенных Штатов Трампа. Но уход спецназовцев всего две тысячи. Две тысячи. С моей точки зрения, это абсолютно неверный поступок. Спасибо, Алексей. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во-первых, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всем здоровья и успехов. И я думаю, что ваше радио остается последним лучом света в Темном Царстве, к сожалению. А вот теперь мой вопрос. Вот, как известно, понижение ставки Федерального резерва всегда стимулирует... Нету связи, я не слышу вопросы. А вот за счет этого 8 лет правления ОПАМа было более-менее успешным. И вот неужели наш Федеральный резерв пытается как-то стимулировать тому, чтобы экономика упала и Трамп не позволит Трампу переизбираться? Спасибо. Я ничего не слышал. Спасибо. Сейчас. Одну секундочку. Добрый день. Вы в эфире. Алексей, одну секундочку. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Скажите, почему Америка должна защищать интересы Европы, например, в Афганистане, в Сирии и в других местах? Я извини, что это деньги. В тот момент, когда союзники, так называемые, платят 9 миллиардов долларов политическому активнику НАТО, для того, чтобы он построил стратегический объект. Вот, вместо проводов в ходу Украины. Но уже тем самым и договор, заключенный с Украиной тоже. Трамп заявил, что он собирается освободить поле деятельности для так называемого патриота, которым назвал себя президент Франции. И вот он предложил этим патриотам и тем, кто дает деньги врагу, заняться Афганистаном и другими местами. А у нас есть чем заняться. У нас наша граница южная. Совершенно быстрый смотра. Я понял. Спасибо большое. Алексей, вы меня слышите? Вас слышу хорошо. Окей. Значит, я вам быстренько передам два вопроса, которые нам задали. Мы пытаемся восстановить связь вашу с радиослушателями, но пока... Значит, первый вопрос, который был задан, имел отношение к бирже, к stock market. И второй вопрос, то есть, что вы думаете по поводу биржи, что вы думаете по поводу того, что происходит с Федеральным резервным банком и так далее. И второй вопрос, это был, опять же, в связи с выводом войск, почему мы должны защищать интересы Европы на Ближнем Востоке в то время, когда Трамп предложил Европейскому Союзу, к тому же Франции и Германии, ну, защищать, то есть, говорится, защищать свои интересы в том же Афганистане или в Сирии и так далее. То есть, участвовать. Окей, я понял. Такого типа. Пожалуйста. Значит, я начну с первого вопроса. Я сразу же, так сказать, сейчас смотрю в компьютер. Сейчас до завершения работы биржи осталось, по-моему, 17-18 минут. Доу Джонс вырос, сейчас я скажу абсолютно точно, буквально, Доу Джонс вырос на 902,61 пункт. То есть, я не исключаю, что в сегодняшний день Доу Джонс вырастет на 1000 пунктов. Теперь разговор о бирже, дамы и господа. Я понимаю, меня биржа волнует очень, потому что мой 401k, пенсионный фонд 401k, он находится в акциях, и если биржа падает, то сокращается мой пенсионный фонд. Но за 40 лет жизни в Соединенных Штатах я уже привык к тому, что биржа иногда падает, а потом возвращается. Это обычные дела в стокмаркет, обычные дела биржи. Сейчас ситуация, ситуация как бы обостряется, потому что Дональд Трамп критикует председателя Федерального резерва за то, что он повышает учетную ставку. Мой первый взгляд, президент Соединенных Штатов не должен читать лекции руководителю Федерального резерва. Он нервирует стокмаркет, и он нервирует Джонс Трамп. Теперь, задача Федерального резерва сделать все возможное, чтобы в стране не было инфляции. Значит, при Обаме, когда экономика практически не развивалась, была на развитии, ну, 1% головного национального продукта в год рос на 1,5, никогда не больше, чем на 2. Процент держался низким для того, чтобы поощрять инвесторов. Сейчас экономика находится в состоянии работающего колеса. Но мы знаем с вами об уровне безработицы, мы знаем, что годовой воловой продукт вырастет наверняка на 3%, может быть, больше 3%. Мы все с вами эти цифры знаем. Поэтому, поэтому существует опасность инфляции. Для того, чтобы не дать инфляции расти, нужно чуть-чуть-чуть попридержать инвесторов. Для того, чтобы чуть-чуть попридержать инвесторов, нужно чуть-чуть повысить банковский процент. Я, кстати, напомню интересную деталь. Когда Ричард Никсон был избран президентом, он сказал, ребята, экономическим советникам, завтра у меня с вами будет большой разговор. Ну, и экономисты из команды Никсона засели за работу, готовясь отвечать на вопросы, которые задаст президент. Никсон сказал им всего одну фразу. Ребята, я в экономике ничего не понимаю, но ваша обязанность сделать так, чтобы инфляции не было. Идите работайте. Поэтому, вернемся в сегодняшний день. Повышение учетной процента, учетной ставки закономерно, когда экономика находится на подъеме. Когда экономика находится на спуске, наоборот, нужно снижать учетный процент для того, чтобы поощрять инвесторов. Это то, что касается биржи. Повторю еще раз, Дональд Трамп совершает громадную ошибку, публично выступая против руководителя Федерального резерва. Теперь вопрос по поводу союзников. Дамы и господа, значит, Соединенные Штаты Амейки имеют крупнейшую лучшую в мире армию. Мы можем говорить союзникам, а вы там в НАТО, почему вы не вносите больше денег в существование НАТО. Окей, я согласен с Трампом, но на Ближнем Востоке Соединенные Штаты имеют среди всех союзников, западных союзников, главный голос. Если главный голос отсутствует, никакие Германии там, Англии, Франции, они ничего делают, они не смогут ничего делать. У них нет такой армии, какая есть у Соединенных Штатов. Более того, там уже находится наш спецназ. Теперь вопрос, а почему мы, Соединенные Штаты, должны защищать то, что там происходит на Ближнем Востоке? Пускай сам Ближний Восток разбирается. Если Ближний Восток начнет сам разбираться, то там будет сплошное кровопролитие, потому что Турция ненавидит Саудовскую Аравию, Саудовская Аравия ненавидит Иран, Хизбалла и прочие бандиты ненавидят Израиль. Вот все. А жаловаться, а Германия нам не помогает. Да Германии там нечего делать. У Германии нет такого спецназа, который есть у Соединенных Штатов. Спасибо за вопрос. Я полностью с вами согласен, Алексей, я вам больше скажу. Я тоже честно не понимаю, хотя мы знаем прецедент. Помните, когда во время буря в пустыне, операции, да, тогда начальник генерального штаба Шварцков тоже пытался убедить Буша-старшего о том, что нужно, вот выгнав Ирак из Кулейта, нужно зайти в Ирак и разобраться с Саддамом Хусейном. И тем не менее, Буш-старший принял решение этого не делать. Ну, и мы знаем, что после этого произошло, сколько курдов Саддам там положил. И, в общем, чем это закончилось. Поэтому я честно тоже не понимаю, зачем нам вот эти две тысячи спецназовцев выводить оттуда. Есть еще одна деталь, я на нее обращу внимание. Значит, среди базы Трампа, то есть те, кто за него голосовал, люди самые разные, самых разных взглядов. Но очень сильный блок сторонников Трампа, это избиратели, которые считают, что Америка должна присутствовать на Ближнем Востоке. И Трамп своим поступком может потерять миллионы, миллионы избирателей. Прежде чем решаться на такой шаг, вопреки, вопреки взглядам министра обороны, государственного секретаря, главного советника по вопросам внешней политики, генералов, Трамп должен был еще подумать, что его ждет на выборах в 2020 году. Согласен с вами. У нас есть звонок, давайте попробуем ответить. Если вы не услышите, я вам перетранслирую это. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. С наступающих всех с Новым годом. Спасибо. Здоровья, счастья. Я не слышал вопроса. У меня вопрос по Мердоку. Можно? Пожалуйста, вопрос по Руперт Мердоку. Я пару лет тому назад читал статью, которая говорила, что сам отец уходит от дел, а будут заниматься его дети. А дети очень либеральные. Я боюсь, что даже Фокс телеканал может превратиться в либеральное средство информации. Окей, спасибо. Я сейчас передам это Алексею, послушаем, что Алексей скажет. Алексей, значит, вопрос такой. Руперт Мердок, ну, вопрос относится к тому, что Руперт Мердок старается, как бы, передал дела Фокс Ньюс в руки своих детей, а дети у него достаточно либеральны. Не поменяется ли направление и идеология канала Фокс Ньюс? Это совершенно замечательный вопрос. Кстати, Доу Джонс уже вырос на 917.82. Прекрасно. Чем дольше мы говорим, тем больше мы зарабатываем. Вот я надеюсь, что до тысячи доберется за оставшиеся 10 минут. Ну, давайте попробуем. Значит, вопрос очень хороший. Они, два его сына, они не столько, они либеральные, сколько либеральные их жены. К женам, видимо, нужно прислушиваться. Изменит ли Фокс Ньюс политику? Все дело в том, что политика Фокс Ньюс приносит владельцам десятки миллионов долларов. Потому что Фокс Ньюс занял на телевидении ту полочку, которая была пустая. Полочка – это консервативная, республиканская, либертарианская полочка. Если они решат поменять политику, то уже полочки с либеральными прогрессистами, телевизионными компаниями уже заняты. Значит, они наверняка будут терять телезрителей, со зрителями они будут терять рекламу, с потерей рекламы они будут получать все меньше и меньше денег. Значит, бизнес интересы этой компании в том, чтобы она придерживалась того курса, который она придерживается с 1996 года, когда она была основана. Если они свернут с этого курса, окей, они начнут зарабатывать гораздо меньше. Да, я надеюсь, что они нас слышат, потому что иногда выступления на Фокс Ньюс, я вам скажу честно, даже меня удивляют. Опять же, не все, но вот такой, как Ван Уильямс, такой, как... Швиста? Да, да. Вы знаете, я не имею ничего против. Это нормально, когда нормальный телеканал имеет людей, не обязательно консервативно, скажем, республиканско-консервативно, имеет людей с другими взглядами. Окей, это прекрасно, нужно слушать и второе мнение, и этим самым Фокс Ньюс отличается от либерально-прогрессивных СМИ, кстати. Наш Доу Джонс поднялся уже до 947. Ну вот, так что мы продолжаем говорить. Ну, Алексей, вы понимаете, мое, вот лично мое мнение такое, когда, конечно, лучше слушать два мнения, но когда одно мнение абсолютно просто является продолжением так называемых, ну, я не хочу звучать банально вот этих фейк-ньюс, но очень многие стратегии демократы, они просто являются как, ну, вот, mouthpiece, как вот разговорный предмет, в смысле, предмет передачи мыслей демократов, понимаете, то есть оно не имеет никакого отношения даже к идеологии, они просто, ну, вот я сегодня слушал дебат между, там есть такой демократический стратег, Джейсон, или как это его зовут, и вот у него спросили, что вы думаете по поводу Трампа, в смысле, по поводу стены, по поводу вот шатдаун и так далее. Ну, Алексей, вы понимаете, когда ты сидишь и слушаешь СНН по фейкс-ньюс, ну, не получается разговоры, не получается дебат. И вы знаете, я придерживаюсь противоположного мнения, я не случайно подписан на Нью-Йорк Таймс и на Нью-Йоркер, хотя я читаю постоянно Wall Street Journal и National Review. Мое мнение, я хочу знать два мнения, две точки зрения, окей? Если меня не устраивает тот или иной, не знаю, телеведущий на телеканале Fox News, я переключаю на другой телеканал. Вот и все. Если меня, скажем, категорически, ну, например, Шепард Смит, который ведет новости с трех до четырех, он абсолютно антитрамповский, абсолютно. Но когда у меня есть возможность, я его слушаю, потому что подача новостей, так как он ее подает, она достаточно интересна. А когда я слышу, что явно антитрамповский Ноткин, ну, я знаю, что он из себя представляет Шепард Смит. Я из тех людей, которые любят знать два мнения. Ну, опять же, я говорю, два мнения это замечательно, но это в том случае, если два мнения, которые оба абсолютно правдивые, то есть они идут с какой-то ноткой идеологии, естественно, но это оба правдивых мнения. Вы знаете, я сейчас объясню, значит, важно не искажать факты, факты не искажать. Но один и тот же факт можно трактовать по-разному, трактовать по-разному. Например, вот я сейчас смотрю, Доу Джонс вырос на глазах 860 пунктов. Можно? Хороших, да. Я говорю, вот, глядите, Доу Джонс изменил свое, так сказать, из темного направления. Шел вниз, а теперь наверх. Как хорошо. А можно сказать так, да, 860, да он потерял в последние там 2-3 дня, потерял 3000, забудьте 860, все обстоит плохо. То есть вот один факт можно трактовать совершенно по-разному. Поэтому меня интересует, если факт не искажен, меня интересует мнение человека, который не согласен с тем, как я трактую этот факт. Так, а если факты искажаются, привожу пример. А это уже другое дело. Это уже, собственно, когда идет фейк-ньюс, это уже иначе. Вот, 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 вот я об этом и говорю. То есть я, честно, я тоже люблю два мнения. Я для этого, я даже смотрю все русскоговорящие ток-шоу по телевидению, первый канал и так далее, для того, чтобы просто послушать, откуда же это все идет. Вот, но когда это искажается в объяснениях, то есть вопрос, что вы считаете по поводу шатдаун? Наш, то есть республиканский комментатор говорит, или аналитик говорит, я считаю, что это было сделано все правильно, потому что мы должны все-таки заняться нашими, охраной наших границ и так далее. И тут же демократический стратег говорит, это все от Трампа вина, потому что если мы... О, Доу Джонс вырос на 1336 пунктов. То есть я так понимаю, что мы уже можем заканчивать деньги, мы свои отбили за сегодня. И можно говорить всем спокойной ночи. Ну, дорогой Алексей, у нас, к сожалению, нет трех минут, поэтому я знаю, что у вас всегда есть заключительное слово, я вам его предоставляю и перебивать вас не буду. Прошу вас. Заключительное слово, простой, дамы и господа, мы на пороге нового года. В этом году нам предсказывают, что на старт гонки среди демократов выйдет не менее 35 человек. И нас с вами ждет очень много-много интересного, не говоря о том, что палата представителей начнет линчевать, заниматься инквизицией в отношении Трампа и его ближайших сторонников, и нам скучать не придется. Дамы и господа, будьте здоровы. Алексей, а я в свою очередь от себя лично, и я надеюсь от всех наших радиослушателей, опять же, мы хотим вам пожелать только здоровья. Здоровья, не скучного года, ну и будем надеяться, что новости нас будут радовать, хотя бы иногда. Спасибо вам огромное, Алексей. Будьте здоровы. Будьте здоровы.